Девушки отдыхают Что самое главное в дачном доме? Фундамент, стены и крыша. Повреждение любого из этих элементов доставляет немало неприятностей владельцам. В этом выпуске мы расскажем о том, как отреставрировать старую крышу. Причем сделать это современно, качественно, красиво, а самое главное – бюджетно. Это программа «Стройка». Я ее ведущий Илья Рыков. Сначала знакомимся с хозяевами. Здравствуйте! Здравствуйте! Рассказывайте, чей участок? Наш участок. Старшее поколение? Да, старшее поколение. Что у вас случилось с крышей? Ну, крыша у нас уже старая. Ей больше 20 лет. Дому больше 20 лет. Вот. Поэтому иногда бывают протечки. Иногда шифер у нас летает по участку. Срывается. Срывается, да, летает. Потом надо его туда лезть. А листы очень тяжелые. Это же небезопасно. Небезопасно, естественно. Поэтому уже возраст не тот, чтобы лазить по крышам там самим. А потом семья большая. На первом этаже мы уже все не помещаемся. Спать где-то надо. Простите, а большая это сколько? Три сына. Три снохи. Да, но снохи я не могу сказать. Три дочери наших. Мы с дедушкой. И два внука и семь внучек. Ну, я так понял, три сына. Одного я вижу. Есть еще два. Думаю, что не менее красивых и крепких. Да. А, собственно, тогда в чем проблема починить крышу? Ну, родители самостоятельные. Нас просто не допускают к этой работе. Это правда. Родители просто жалеют детей. Они же там работают. У них своих куча детей. Устают. Приезжают к нам. Нам хочется их освободить от работы, чтобы приехали. Могли отдохнуть, расслабиться. Расслабиться. Покушать шашлычки. В баню сходить. В баню сходить. В лес сходить погулять. Перед тем, как к нам обратиться, вы какие-то варианты уже изучали? Вот что вы думали, как сделать? Конечно, изучали. Мы смотрели много вариантов. Видите, здесь на участках в основном делают металлочерепицу. Хороший вариант. Ну, вроде хороший, но соседи спрашивали. В общем-то, и жарко, и она выцветает, а еще дождь слышен. Барабанит, как по голове, когда дождь сильно идет. Вот тут минуточку. У меня тогда сразу вопрос. Это дом круглогодичного проживания? Нет. Мы летом здесь. Я почему спросил? Потому что обычно второй этаж утепляют, а утеплитель работает и как шумоизоляция, и как утеплитель. Нет. А утеплитель работает и на жару, и на холод. Но у вас его здесь, ну, как бы нет. Как бы нет. Понятно. Значит, и он вам не нужен? Ну, в принципе, нет. Андулин еще. Андулин, кстати. Как замена шифера. Андулин тонкий и трескается, и по нему невозможно там ходить какие-нибудь работы делать. Ну, мягко говоря, андулин я лично считаю каким-то временным покрытием, потому что он сделан, собственно говоря, из битума и картона. Вот. Воду-то, конечно, он не пропускает, но серьезной конструкцией не является, я так считаю. Это мое мнение. Хорошо. А вот такой вариант, как мягкая черепица, вы рассматривали? Ну, мы видели на других домах, как она красиво смотрится, но для себя этот вариант не рассматривали, потому что считаем, что он, наверное, не совсем бюджетный. Ну, вам-то нравится? Нам нравится, но родители у нас делают ремонт самостоятельно, поэтому это, наверное, их выбор, и нужно оценивать, насколько это будет экономичное решение. Как она будет выглядеть на вашем доме, вот как вы думаете? Нам нравится такая крыша, но пока на нее даже и не рассчитываем, ввиду финансовых возможных больших затрат. А вот на самом деле напрасно, потому что все зависит от того, где брать, какого производителя выбирать, как делать. Факторов много, но я вас уверяю, что ваш бюджет это выдержит. Сегодня с нами приехал эксперт от компании Техно Николь, и сейчас мы определим масштабы бедствия. Составим план работ, поймем, что нам здесь нужно делать, а самое главное, поймем, сколько это может стоить. И тогда вы сможете принять решение. Вот мы видим крышу из шифера, которой около 20 лет. Видно, что многие гвозди уже не держатся, они просто свободно вытаскиваются. Где-то их уже нет, здесь от них остались просто отверстия. Примыкание также у нас держится уже непрочно и негерметично. Сюда задувается вода при боковом ветре, когда идет дождь, и образуется протечка. В этом доме есть настоящая кирпичная печка. Это очень хорошо в плане обогрева дома, но проход трубы через кровлю – это очень ответственный момент. Здесь, как мы видим, есть небольшие отверстия, через которые может пропадать влага в помещении. Когда мы будем ремонтировать кровлю, мы это обязательно учтем и сделаем правильное примыкание. Как нам сказали владельцы, данная мансарда используется только в летний период. Но мы видим, что здесь некоторое количество утеплителей есть. Это мы тоже предусмотрели, и при монтаже кровли мы сделаем вентиляцию скатной крыши, и никаких проблем с данным утеплителем у нас не будет. Увеличивать его особо нет смысла, поскольку данный дом используется только летом. Одним из важных элементов дома со скатной крышей является водосточная система. В данном случае мы видим, что она уже не очень ровная, она висит на самодельных кронштейнах, которые уже прогнулись. Также на соединениях видно, что ее промазывали дополнительно мастикой, которая уже со временем потрескалась. Соответственно, здесь водосточная система протекает. Она также требует замены. Плюс здесь нет водосточной системы по тому скату и скат, который выходит над крыльцом. Соответственно, здесь тоже надо установить водосточную систему. Андрей, каковы масштабы бедствия? Ну, после осмотра кровли я могу сказать, что шифер уже действительно старый. Кое-где есть отколотые места. Есть прямо сквозные дырки, то есть, возможно, там были гвозди, потом они вышли, и, соответственно, там теперь отверстие. Ну, это, я так понимаю, происходит в результате теплового расширения материала, да, и просто со временем разбивается. Больше даже из-за древесины, потому что влажность меняется, а гвозди, соответственно, со временем выходят. Вот, также здесь хозяева говорили, что было падение даже листа шифера, то есть, соответственно, крепление уже не такое надежное. Соответственно, после скрытия кровли нам надо будет еще посмотреть, в каком состоянии сама древесина. И понять уже, надо будет ее менять или нет. Мы это заложим заранее, да, чтобы, как бы, предварительно была общая картина у нас. Просто для меня вот сейчас важно понимание, каков масштаб бедствия вот под шифером. Что мы там можем встретить, какие сложности, и как сильно это повлияет на стоимость. Потому что вопрос цены для хозяев очень актуальный. Предполагаю, что раньше строили, как правило, из того, что было, возможно, часть древесины придется заменить. Вот, плюс видно, что крыша, она не совсем в уровне, соответственно, где-то, может, надо будет что-то выровнять. Это сильно влияет на стоимость? Это повлияет, но мы это учтем заранее, потому что, ну, в любом случае, какие-то затраты на это будут. Софиты? Да, при ремонте кровли, скорее всего, софиты также пострадают, поэтому их придется заменить. Поэтому здесь они будут новые. Какие прогнозы по цене будут? Бюджетно, небюджетно? С учетом стоимости кровельного покрытия, которое мы предлагаем, а это гибкая черепица коллекция Optima, у нас получится достаточно бюджетное решение, которое будет сопоставимо с металлической кровлей. Разница порядка 5%. Также я посмотрел, с той стороны дома есть труба, которая выходит из бани. Она проходит очень близко к фасаду и к самой кровли, поэтому ее надо будет для безопасности дополнительно изолировать. Приговор. Я посчитал стоимость материалов и работ, на материал получилась вот такая стоимость, и вот работа. Ну, с такими цифрами можно вполне идти к нашим героям, и я думаю, что им это понравится. Кровля с гибкой черепицей Optima. Материалы. Обрешетка. Гидро-ветрозащитная мембрана. Сплошной настил. Подкладочные ковры. Гибкая черепица. Коньковый аэратор. Печная труба. Софиты. Водосток. 117 917 рублей 86 копеек. Работы. Демонтаж старой кровли. Монтаж новой кровли. 244 950 рублей. Итого 362 867 рублей 86 копеек. Света, давай посмотрим. Стоимость крыши вполне приемлема нам, кажется. А стоимость работы такая же. А вот посмотрите. Вот здесь работа. И она точно такая же по цене, если бы вы делали металлическую кровлю. Да, металлическую кровлю даже нам больше предлагали за работы. Более дороже, да. Более. Посмотри, сынок, как вам. Цвета, это ваша дешевая. Ну да, цена вполне приемлемая. Тем более, что есть и дополнительные преимущества. Можно выбрать цветовую гамму. Она довольно-таки большая. Может, не так жарко будет? Жарко, я думаю, совсем не будет. Вот, кстати, по поводу цвета. Какие у вас предпочтения? Ну, мы хотели коричневую. А вы знаете, что коричневого бывает много? Ну, что-то такое шоколадное, может быть. Шоколадно-коричневое. Хорошо. Добро от хозяев получено. Мы начинаем работать. Для начала демонтируем существующую кровлю. Старое утепление трогать не будем, оно рабочее. Андрей, ну что там? Где? Смешно. Какие прогнозы? Ну, мы выяснили, что на самом деле есть некоторые проблемы с геометрией кровли. Ее надо немного выровнять. Это не критично, то есть сами строительные конструкции в норме, то есть они еще держат несущую нагрузку. Но надо немного увеличить толщину дерева, чтобы изначально у нас покрытие было ровное. Для чего это нужно? Во-первых, чтобы все было сделано правильно, естественно. Во-вторых, чтобы визуально у нас крыша смотрелась ровно, красиво. И в-третьих, если дальше будет делаться фасад, меняться, чтобы все сочеталось, чтобы не было никаких отклонений в геометрии самого дома. Ну, так как мы все делаем правильно по инструкции и как рекомендует производитель, то мы пойдем именно этим путем. Для этого мы установим новую обрешетку. Ее обязательно обрабатываем огнебиозащитой для древесины. Она защитит дерево от распространения огня, а также от насекомых и грибков. Прежде чем монтировать обрешетку, по технологии, первое, что нужно сделать, это положить гидроветрозащитную диффузионную мембрану изобокс-110 поверх стропил. Мембрану укладываем без провиса, надписью наружу, параллельно карнизному свесу. Нахлестый полотен мембраны проклеиваем двухсторонней клейкой лентой. Основная же фиксация мембраны производится бруском обрешетки. Это, можно сказать, классическая гидроветрозащитная мембрана. Она служит для того, чтобы не пропускать снаружи к утеплителю и к внутренним конструкциям крыши воду и ветер, то есть, чтобы он ничего не выдувал, и позволяет выводить из помещения наружу пар. А вот именно это чем отличается от всех остальных? Это более бюджетное решение, которое оптимально подходит под нашу конструкцию по сроку службы и по своим характеристикам. Вот, кстати, о сроке службы. Не получится ли так, что, выбирая более бюджетное решение, мы тем самым сокращаем срок службы всей конструкции? Здесь надо смотреть, с какой стороны мы выбираем вообще материалы. То есть, если мы подбираем какие-то премиальные материалы с гарантией до 60 лет и более, тогда да, мы выбираем и топовые пленки, для того, чтобы у нас срок службы всей конструкции был таким единым, можно сказать. Если мы выбираем более бюджетное решение, то смысла в более дорогих пленках особо нет, потому что по сроку службы они будут превышать срок службы основного крыльного покрытия. Я, кажется, понял эту идею. То есть, смысл экономии заключается в том, чтобы правильно подбирать все компоненты, а чтобы не получилось какого-то перекоса. Здесь дороже, а здесь дешевле, и в итоге ничего не сэкономили. Да, для того, чтобы не переплачивать, но при этом получить надежное решение, которое будет служить все вместе, сколько надо. Вот это я называю умный способ ведения строительных работ. Как сказал один умный человек, доверяй, но проверяй. Поэтому мы проведем эксперимент. Задача доказать, что эта пленка пропускает пар, но не пропускает воду. Наливаем. Так, побольше, погуще. Накрываем плотненько. И чтобы проверить, есть пар или нет, воспользуемся простым зеркалом. Видите, вот это пар. Он проходит через эту пленку. Это свидетельствует о том, что пленка пар пропускает. Вторая часть – вода. Летом самое обидное бывает искупать свой телефон вместе с одеждой где-нибудь в пруду. Такого бы никогда не произошло, если бы одежду шили из пленки техно-николь. По крайней мере, так заявляет производитель. Мы сейчас проверим. Пленка, внутри телефон, пруд. Барабанная дробь. По-моему, лягушонок Кваки уже набирает номер. Телефон абсолютно сухой. Мембрана сухая. А я пошел заказывать себе штаны из этой ткани. Мы уложили ветро-гидрозащитную мембрану. И следующий этап – это обрешетка, контробрешетка и листы ОСП. Монтируем контробрешетку для создания вент-зазора. А затем устанавливаем шаговую обрешетку под сплошной настил. Следующий этап – укладываем плиту ОСП-3. Так как основание под гибкую черепицу должно быть сплошным, ровным и жестким, плиты крепятся с помощью саморезов с шагом 300 мм к обрешетке. Плиты ОСП-3 монтируются с зазором 3-5 мм для компенсации температурно-влажностных расширений. После того, как выложили плиты ОСП, нужно позаботиться о будущей водосточной системе дома. У кровли нет лобовой доски, поэтому крепить водосток мы будем в пропилы в плитах ОСП-3. Для этого устанавливаем удлиненные металлические кронштейны по всей длине карниза с шагом 52-62 см. Позже в них будем укладывать желоба. После того, как установили кронштейны, монтируем карнизную планку, она же капельник. Ее задача – усилить карнизный свес и защитить его от воды. Карнизная планка отводит воду в водосточные желоба. Шаг крепления планок в шахматном порядке составляет 120-150 мм. Планки монтируются с нахлёстом 5 см. Итак, ОСП уже смонтировано, кронштейны для желобов водоосточки сделаны. А что дальше, расскажет наш эксперт. Андрей, что теперь, какой этап работы? Дальше у нас пойдет подкладочный слой. Для этого мы будем использовать подкладочные ковры. У нас их здесь два типа. Первый – это самоклеющийся ковер, который мы укладываем на карнизы и на нашу веранду. Это вот такой ковер. Он полностью самоклеющийся. То есть задний слой у него такой вот липкий. Это новое поколение ковров. Называется Underrep Next Self. Self – значит самоклеющийся. Он очень тонкий. У него нет основы, как у обычных битумных ковров. За счет этого как раз он и тоньше, и легче, чем остальные. Что очень важно при работе на кровле. Над верандой уклон кровли не очень большой. И для того, чтобы у нас вдруг не получилось капиллярного явления, когда вода заходит под гибкую черепицу, вот чтобы этого не происходило, мы применяем как раз вот этот ковер в два слоя. А то, что он самоклеющийся, делает монтаж очень удобным и быстрым. Самоклеющийся ковер кладем вдоль ската, параллельно карнизному свесу с отступом 10-20 мм до перегиба карнизной планки. Аккуратно надрезаем и удаляем часть защитной пленки и приклеиваем край материала к основанию. Вытаскивая защитную пленку, приклеиваем ковер к основанию. На самоклеющемся ковре нанесена разметка для гвоздей. Они прибиваются только в зоне нахлеста с последующим ковром. Шаг прибивания гвоздей 300 мм. Пока продолжаются работы по монтажу самоклеющегося ковра, самое время проверить его на влагопроницаемость. Этот подкладочный ковер сделан следующим образом. Вот здесь пленка, а внутри битумный слой. И благодаря такой конструкции вода через него не пройдет, даже если его пробить гвоздем. Именно это мы сейчас и проверим. Сделаем своеобразное корыто. Водичка, кстати, горяченькая, а это способствует усилению проникающих свойств. Я же говорил, что он не пропускает воду. На нашей кровли применяется полимерный подкладочный ковер. Технология его укладки подразумевает наличие вот таких вот полос из самоклеющегося ковра на краях ската. Полосы в ширину по полметра и устанавливаются непосредственно на торцевой свеск скатов. Перед фиксацией полимерный ковер разглаживается рукой, чтобы избежать волн и складок. На разметке ковра обозначены места для крепежа. Для фиксации полимерного ковра используются специальные гвозди с пластиковой шайбой. Их прибиваем строго перпендикулярно скату. Диаметра шайбы 2,5 см достаточно, чтобы плотно прижать ковер по всей площади прилегания. Самоклеющиеся полосы с обеих сторон ковра облегчают монтаж и обеспечивают великолепную гидроизоляцию крыши. Продольный нахлёст полотен составляет 100 мм. Полимерный подкладочный ковер доводим вплотную до фронтонного свеса поверх самоклеющегося ковра. В местах примыкания к фронтонной планке промазываем соединение мастикой фиксер на ширину 10 см. Торцевая планка монтируется поверх подкладочных ковров. Полимерный подкладочный ковер, который служит для гидроизоляции, тоже должен быть прочным. Характеристики примерно такие. На разрыв 600 ньютон-метров поперечный и 470 продольный, если я не путаю. Но чтобы вам не забивать голову, я просто всё испытаю с собой. Проверяем. Пока держит. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!